Итак, слушайте меня, сладкий вкус означает благость. Если говорить о сахарах, это тоже нормально, но есть три вида сахара. Есть пальмовый сахар, есть тростниковый сахар, есть свекольный. И каким-то людям свекольный сахар не подходит, и он становится для них ядом. Но при этом может пальмовый подходить или тростниковый. У кого-то пальмовый, мне, например, пальмовый не подходит, это для меня яд. Кому-то тростниковый не подходит, понимаете? Выберите свой сахар. Но сахар нельзя есть на ночь, совсем нельзя. Чуть-чуть можно днем, и хорошо можно поесть с утра. То есть сахар не вредная пища утром, вообще не вредная. Он легко усваивается и без проблем. Но лучше всего есть сладости натуральные, например, финики, курага, инжир. Они больше полезны. Или мед. Ну, если вам сладкого не хватает, можете есть сладости с этими, допустим, просто с сахаром. Но утром и в обед. В обед можно съесть чуть-чуть тортика в конце еды. Ну, как бы для женщин чуть-чуть, это как бы немножко другая доза. Для мужчин другая. То есть сами смотрите там вашу дозу. Но в обед не бойтесь. Не бойтесь мучных сладостей в обед, ничего плохого не будет. Но если вы их едите на ночь, капец здоровью. Это сто процентов. Понятно, да? Теперь на втором месте после сладкого вкуса. Вкус благости, страсти смешанной. Это терпкий вкус. Если сладкий вкус, он приносит только здоровье и счастье, если его вовремя есть, то терпкий вкус предназначен для труда и для силы. То есть терпкий вкус или вяжущий вкус. Понимаете, что такое вяжущий вкус? Это, допустим, специя куркума, там вяжущий вкус, допустим, в сырых овощах есть кабачок, если попробовать, вяжущего вкуса очень много. Вот, вяжущий вкус или терпкий вкус предназначен для того, чтобы человек трудился, он дает силы, он тонизирует сильно человек. Это вкус трудовых людей. Тем, кто нужен труд, они выбирают вяжущий вкус. Им надо этот вкус, терпкий вкус. Хлеб имеет, да, этот вкус, да? Чай имеет, да. Вот. Дальше. На следующем месте стоит после вот этих двух, еще больше уже страсти, меньше благости. На следующем месте находится кислый вкус. Кислый вкус предназначен для того, чтобы снимать с себя напряжение и обиду. Это расслабляющий вкус, снимающий напряжение психики. Если у человека очень сильная чувствительная психика, он постоянно чувствует эмоциональные, как бы, какие-то трудности, ему нужен кислый вкус. Запомнили? Три вкуса. Кислый уже расслабляет, снимает напряжение. Следующий вкус после кислого, следующим является соленый. Соленый вкус предназначен для того, чтобы увеличивать концентрацию внимания. Он предназначен для тех людей, которые сильно концентрируются, им нужна вот сосредоточенность. Им нужен соленый вкус. Но для того, чтобы получать соленый вкус, надо знать, что соленый вкус не надо получать только из-за одного вида соли. Есть черная соль, гималайская соль, есть поваренная соль, морская. Просто чередуйте соль. Есть саиндова соль, много разных видов соли. Лучше всего чередовать виды соли, иначе у вас соль начнет накапливаться в организме. Соленый вкус можно есть только в обед. Утром нельзя и вечером нельзя. Сладкий вкус, только мед вечером можно есть и молоко. Сладкий вкус можно только утром. Соленый, только в обед. Кислый, только тоже в обед. Чуть-чуть можно кислого есть вечером, чуть-чуть утром. Но кисло-сладкий надо утром есть, кисло-сладкий вкус. Вечером чуть-чуть кисло-сладкого, например, сливы можно вечером есть, а не кисло-сладкие. Или ягоды какие-то вечером можно есть, кисло-сладкий вкус. Кислый не запрещается вечером, но смешанный со сладким. Соленый вечером нельзя есть. Дальше. Следующий вкус. Острый. Этот вкус предназначен для увеличения эмоциональности, страсти в человеке. Для того, чтобы жизнь была более наполненной такой, знаете, настоящей жизни, чтобы была. Надо есть острую пищу для этого, чтобы эмоции были сильными. Понятно? Ну, то есть, острая пища предназначена для того, чтобы разжигать как бы эмоции, но она очень опасна, потому что она также воспалительные процессы разжигает. Поэтому острая пища подходит только в обед и все. Ни утром, ни вечером, до свидания, никакого острого вкуса. И острый вкус это хороший вкус. Самые лучшие специи острые на первом месте стоит черный перец. Он практически плохого ничего. Самая плохая острый вкус это красный перец. Самый плохой острый вкус красный. Самый хороший черный перец. Также хороши белый перец, зеленый перец горошком. Это острые специи. Есть остросладкие специи, такие как мускатный орех, имбирь, корица. Они тоже очень хороши для сжигания пищеварения и как бы эмоций. Понятно, да? Старайтесь избегать красного перца, особенно перец чили и жгучий перец. Это 100% вредные для здоровья продукты. Для всех людей практически. За редким исключением. Чем жарче климат, тем больше они полезны для здоровья. Это не ваш вариант. У вас не жаркий климат. У вас умеренный климат. Следующий, самый последний, ближе к невежеству больше всего, это горький вкус. Горький вкус тоже хороший. Он лечебный. Он предназначен для лечения организма. Он охлаждает и успокаивает человека. Горький вкус. Но в пропорциях надо больше, чтобы было сладкого вкуса в питании, в пище. Если начинает острый преобладать, то человек становится дерганым, эмоциональным. Если горький преобладает, все, пища в основном горькая. Он становится депрессивным. Если кислый преобладает, то человек становится очень эмоциональным, раздражительным. Если соленый преобладает, то он такой напряженный, очень скованный человек становится. Если терпкий преобладает вкус, то человек становится такой, как бы тоже не расслабляется. Услышали меня? Благостная пища, она чуть-чуть сладковатая, но все вкусы имеет при этом. Не бойтесь сладкого вкуса. Сладкий вкус презирают только люди в невежестве. Чем более невежественная жизнь, тем больше хочется горького. Самое идеальное питание для людей в невежестве – это водка с воблой. Оба имеют горький вкус. Ну, то есть люди в невежестве, они без водки вообще не могут питаться, потому что им нужно больше горького вкуса. Как есть один мультик, и спросили человека, говорит, а что ты горилку-то пьешь? Ну, украинский мультик «Горилка». Он говорит, горе, потому что горького хочется. Поняли систему? Горе, горький, горилка. Это синоним. Гори… Ohhh. Спасибо.